Эта пятиэтажка на улице Маршала Бажанова носит гордое звание архитектурного памятника. Правда, дом пустует уже лет 30. И все это время скорее не радует, а запугивает прохожих своим видом. Окна выбиты, крыши нет, а стены на ладан дышат. Мы просто чудом остались живы. Ну, реально на глазах у детей меня могло убить. История, которую рассказывает Вита Васенькова, произошла в мае минувшего года. Вместе с дочерью они проходили мимо архитектурного чуда. Когда на их головы посыпались кирпичи. Это было похоже на камнепад. Кирпичи летели на нас и просто на нас они разбивались. Никто этого не ожидал. Никаких предупредительных знаков, ничего вообще не было. То есть сейчас вот здесь забор, там осторожно обвал. Раньше ничего этого не было. Прохожие вызвали скорую. Врачи диагностировали множественные травмы. Ушибы, ссадины и царапины у матери и ребенка были по всему телу. С головы до пят. Ушиб грудного отдела позвоночника, ушиб правой ноги, ушиб мягкой ткани головы. Постоянные боли были. Ребенок постоянно жаловался. То есть, ну, как думали, ушиб пройдет и может ничего страшного. Но боли были постоянные. Ну, были вынуждены обратиться к травматологу. Один из кирпичей уложил школьницу Марину на больничную койку. Ушиб хребта лечили две недели. На медикаменты семья потратила около 5000 гривен. Но травма и сейчас время от времени напоминает о себе. Ну, когда я пролечилась, получается, две недели пролежала, меня освободили на полгода от физкультуры. Я не могла заниматься танцами. Ну, сейчас иногда побаливает, когда физические нагрузки делаю. Потерпевшие утверждают, кирпичи осыпались со стыка двух домов. Как выяснилось, один из них, тот самый, что едва стоит, принадлежит государственному банку. Второй якобы находится на балансе жилкомсервиса. Аварийный участок не был огражден, поэтому мать и дочь отправились в суд. У банка и коммунальщиков требуют 50 тысяч гривен моральной и материальной компенсации. Слушание длятся более года. Все это время рассказывает адвокат потерпевших. Ответчики или игнорируют заседание, или начинают перекладывать вину друг на друга. Ответчики заняли позицию, что ни шестой, ни восьмой дом в данном случае никто не будет нести ответственность, потому что они считают, что невозможно определить, кто точно виноват. Поэтому, если невозможно определить, то никто не виноват вообще. Хотя я считаю, что виноват каждый из них в равной степени. В жилкомсервисе комментировать конфликт отказались до окончания суда. Мол, боятся дразнить Фемиду. А в банке разводят руками. Доказательств того, что кирпичи упали именно с их здания, нет. Но если суд таки признает виновными, их компанию обещают сразу же выплатить указанную компенсацию. Нам лишь известно, что прокуратура Киевского района города Харькова проводилась проверка за фактом обвалу помещения. За результатами проверки не установлено, из каких именно домов произошел обвал за этой улицей. Поэтому на сегодня у банка отсутствуют правовые условия, чтобы совершить выплату позывающей. В мэрии несчастные случаи обсуждают неохотно. Тем более не жалуют вопросов о возможной вине коммунальщиков. А вот банкиров разносят в пух и прах. Говорят, уже не раз просили компанию провести здание в порядок. Но банк с реконструкцией не спешит. Теперь чиновники обратились в прокуратуру. Может, хоть там смогут повлиять на владельцев аварийного дома. То, что творится с этим зданием, это совершенно безобразное отношение собственника к своему имуществу. Это, во-первых. И, во-вторых, это неуважительное отношение собственника к Харькову и харьковчанам. Я думаю, что порядок в этом деле будет наведен. Юристы прогнозируют, судебная тяжба между потерпевшими банком и коммунальщиками может затянуться еще как минимум на год. Фемина, которая и сама живет за бюджетные деньги, обычно не спешит наказывать государственные и коммунальные учреждения. Да и сумму компенсации в результате могут урезать до чисто символической. Но Вита и Марина Васеньковы уже празднуют победу. Мол, рады, что после несчастного случая у колаварийного дома наконец-то появилось ограждение. Но говорят, если в следующий раз упадут не десяток кирпичей, а рухнет вся стена, пешехода в этот навес вряд ли спасет.